Боевое крещение Наши корреспонденты, тысячи самарцев, встретили праздник в купеле на берегу Волги Набережная перезагрузка, реконструкция добралась и до ладьи Робот, друг человека, в Самаре построят детский технопарк Более 4 тысяч жителей региона искупались в проруби в крещенскую ночь По данным МЧС обошлось без происшествий Окунаться в прорубь в ночь на 19 января обучить древние Христианские верующие в этот день вспоминают евангельское событие Когда крещение принял Иисус Христос Считается, что именно на крещение вода обладает волшебными свойствами В эту особую ночь в омут с головой не побоялся кунуться и Алина Чемерес На крещение служба в храме Георгия Победоносца начинается с ночи Затем причастие Верующие выстраиваются в очередь за святой водой По христианским обычаям на крещение ее можно пить в любое время А после принимать понемногу натощак Мы вспоминаем событие, которое описано в евангельской истории и связано с присутствием Иоанна Предтечи Когда он крестил Христа в реках Иорданских Крещение, когда человек обращается к Богу, пытается обдумать всю свою жизнь, если это он крестится в взрослом состоянии И как бы облекается во Христа Многие прихожане прямо со службы отправляются к Волге, чтобы исполнить главные крещенские обычаи Искупаться в проруби Ради этого священного действия люди в мороз готовы отстоять очередь Только русский человек может на святой праздник прийти в мороз, окунуться в прорубь Показать, что мы помним, чувствуем за собой, что в этот день крестили Иисуса Христа Что в этот день началась вся наша вера, можно так сказать Ну и нам Тоже мы за собой ощущаем маленечко благословление, грешки приотпустили Прежде чем жители искупаются в ледяной волжской воде, ее освящают служители церкви Затем, организованно в порядке живой очереди, люди подходят к проруби Несмотря на то, что на улице около 16 градусов мороза, народ лихо раздевается и окунается в реку Александр Назаров не изменяет традициям уже 15 лет Вот она, благодать Господня Как себя чувствуете? Прекрасно Первый раз хорошо, обжигающе и бодряще Такие ощущения крутые Это не передать словами, а вот человек, который меня первый раз позвал, всему научил, так скажем Да, мы уже не первый раз Ощущения спрашивают Ощущения не тепла Скажите Вот сейчас вот искупались, я стою мне тепло Купаться в проруби – традиция давняя На Руси младенцев окунали в ледяную воду, чтобы приучить к суровым условиям Также воины проходили обряд инициации с помощью купания Считается, что именно сегодня, в ночь на 19 января, вода обладает особыми свойствами Если в нее окунуться, все плохое уйдет, останется только здоровье У меня сегодня первый раз, раньше я этого никогда не делала Ребят, пожелайте удачи Здорово на самом деле Отлично Пока не поняла, что случилось Дышать сложно Но мне понравилось О том, чтобы ничто не омрачило праздничного настроения жителей, позаботились сотрудники МЧС У мест для купания организовано горячее питание, установлены теплые кабины для переодевания На чеку медики и спасатели Всего в регионе оборудовано 8 мест, где разрешено нырять в прорубь И соблюдены все правила безопасности В том числе в Тольятти, Новокуйбышевске и на полевом спуске в Самаре Это место такое наиболее подготовленное, мы считаем, во всех отношениях И глубина соответствует, и купель по всем правилам сделана Организовано дежурство оперативного штаба Которое организует взаимодействие уже со всеми местами купания И собирает информацию и по количеству, и по всем происшествиям По данным МЧС, в регионе в Крещенскую ночь в проруби искупались более 4 тысяч человек Чрезвычайных происшествий не зафиксировано Обращений с обморожением и переохлаждением к врачам не поступали Алина Чемерис, Максим Гусев, События И я в гении пойду, пусть меня научат Детский технопарк, его называют Кванториум В Самаре откроется уже в сентябре этого года А летом планируют начать набор учеников Согласно замыслу, это будет самый современный центр детско-юношеско-инновационного творчества На уровне мировых стандартов О его создании сегодня говорили на проектной сессии ПФО Агентства стратегических инициатив «Открытый диалог» Предложения агентства обсуждали эксперты, представители бизнеса, высшей школы и дополнительного образования Какие задачи возлагают на школу юных конструкторов, выяснил Олег Зверев Вот на таких примерах советским детям объясняли, чему учат во дворцах пионеров Техническое творчество подростков всегда было в почете И вот в Самаре уже в 21 веке создается самый современный детский технопарк – Кванториум Подобные центры уже работают во многих регионах страны Сегодня этот вопрос обсуждали на окружной проектной сессии Агентства стратегических инициатив Условия, необходимые для открытия Кванториума, выполнены Это региональные софинансирования, хорошая научно-техническая база И сотрудничество с высокотехнологичными предприятиями Это такой дворец пионеров будущего То есть это работа с детьми, но с участием высоких технологий С участием робототехники, с участием новых разработок, виртуальной реальности Это то, что позволит профориентировать наших детей на будущие профессии В Самаре успешно работает Центр молодежного инновационного творчества Создана секция робототехники при университете Открыта школа одаренных детей В качестве бизнес-партнеров могут выступить предприятия Аэрокосмического, нефтехимического, медицинского и других кластеров Создание Кванториума одобрено на уровне высшего руководства страны И уже летом этого года будет объявлен набор учеников в детский технопарк Очень важно, что Кванториум мы будем создавать в двух городах И в Самаре и в Тольятти В Тольятти это будет на площадке технопарка «Жеглевская долина» В Самаре мы сейчас окончательно определяем площадку И на самом деле эта идеология очень хорошо встраивается в ту работу Которую также делает регион по указанию губернатора Он уже неоднократно говорил в послании, что нам нужна школа одаренных детей И вы знаете, что с прошлого года такая школа у нас уже работает И идет проектирование совершенно нового объекта Который будет построен на новой площадке Детские технопарки в Самаре и Тольятти Согласно замыслу будут работать на уровне самых передовых мировых стандартов Так чтобы пройдя эту школу, каждый юный кулибин мог стать специалистом Востребованным на любом высокотехнологичном предприятии Олег Зверев, Григорий Плешаков, События Еще одна жемчужина на Самарской земле В мэрии обсудили проект реконструкции четвертой очереди набережной Работы будут проводиться в рамках подготовки города К чемпионату мира по футболу 2018 Как будет выглядеть одно из самых любимых мест самарцев Узнала Марина Матвейшина Обновленные стелы ладья, четырехъярусный фонтан с подсветкой и велодорожки В мэрии Самара обсуждают проект реконструкции четвертой очереди набережной По проекту здесь переделают лестницы от ладьи Установят новую детскую и спортивную площадки Частично реконструируют здание общественного туалета И построят корпус для персонала, охраны и хозяйственно-бытовых нужд На всех спусках установят пандусы для маломобильных горожан Вторую и четвертую очереди набережной соединит бульвар Часть которого будет отведена под велодорожку с разворотным кольцом В нескольких местах будут обустроены велопарковки Для удобства пешеходов каждую террасу оборудуют скамьями Которые будут оснащены навесами для отдыха На обновление набережной потребуется более 600 миллионов рублей Для нас это очень важный объект Потому что он будет привлекать к себе туристов Это один из тех узловых мест Одно из тех узловых мест Где будут концентрироваться туристы Приезжающие в наш город в рамках чемпионата мира 2018 года Да и вообще набережная излюбленная место наших горожан И возможность реконструировать и привести ее в современное красивое Значит такой современный красивый Она конечно задача очень важна После одобрения в мэрии проект отправится на согласование с губернатором Самарской области Все работы по реконструкции четвертой очереди набережной планируют завершить к концу 2018 года Второй мамой часто называют классного руководителя в школе Это особый учитель в жизни ребенка В Самаре завершился областной конкурс Классный руководитель 2016 Победители объявлены в трех номинациях Учитель младших классов Руководитель среднего звена И учитель старших классов С участниками познакомилась и наш корреспондент Звездные выпуски так называют учеников Елены Смирновой Она работает учителем начальной школы более 30 лет И почти половина класса, а иногда и больше, выпускается с медалями Елена Петрова научит детей не бояться быть успешными Пробовать себя в конкурсах и олимпиадах И к каждому ребенку находит индивидуальный подход В каждом ребенке таится, кроется какая-то своя искорка, свой талант И его нужно раскрыть, как говорил Сухомлинский, взлелеять И вот тогда мы узнаем, может быть, вырастим какого-то гения В Самаре подвели итоги областного конкурса Классный руководитель 2016 В этом году в нем участвовали более 400 человек Педагоги представили на суд жюри свои методики работы с учениками В финал вышли 46 классных руководителей У таких педагогов обязательно есть изюминка То есть это основное направление, но плюс к тому сама организация Ну, предположим, придумывает, например, через театр всю работу проводить Или это именно через спорт, занятия, здоровый образ жизни Победители конкурса «Классный руководитель» получают право участвовать Во всероссийском конкурсе «Воспитать человека» Марина Матвеевична, Артем Сулайманов, События Далее, коротко о других событиях дня Президиум облсуда рассмотрит жалобу на приговор экс-директору авиаагрегата Ее направил Верховный суд Напомним, в ноябре 2015 года 70-летнего Геннадия Кулакова Приговорили к двум годам лишения свободы за растрату и злоупотребление должностными полномочиями Апелляционная инстанция оставила это решение в силе И в рассмотрении кассационной жалобы осужденному было отказано Однако Верховный суд РФ согласился с доводами защиты об отсутствии в действиях Кулакова состава преступления при совершении сделок в 2008 году при продаже подсобных объектов недвижимости И передал жалобу защиты на рассмотрение Президиума Самарского областного суда В домах тольяттинцев может появиться вода желто-зеленого цвета Об этом предупреждают коммунальные службы С 23 по 25 января в Комсомольском районе города будут проверять плотность тепловых сетей Для этого специалисты используют органический краситель уранин С его помощью определят незаконные врезки и другие случаи попадания отопительной воды в систему водоснабжения Все три дня в систему теплоснабжения будут вводить краситель, который придает воде желто-зеленый цвет Если водоснабжение в доме работает нормально, то краситель туда не попадет Если все-таки из крана потекла зеленая вода, жителям придется срочно обращаться в свои управляющие компании В Самаре во время проведения Мундиаля будут введены дополнительные меры безопасности Они будут действовать два месяца с 25 мая по 25 июля 2018 года в 10 субъектах России В том числе и в Самаре Об этом говорится в проекте указа президента России Так, в это время предлагают запретить перевозить туристов на всех видах транспорта Продавать оружие, в том числе холодное, а также накануне мочи, алкоголь в стеклянной таре В Самарской области произошел крупный пожар В селе Тимофеевка Ставропольского района горел цех по окраске пластика Площадь пожара – тысячи квадратных метров, за что происшествия присвоили повышенный ранг сложности В тушении участвовали 133 человека, было задействовано 29 единиц техники Привлекалась аэромобильная группа Работы на месте ЧП продолжались более четырех часов Ликвидацию пожара объявили в 21.23 Погибших и пострадавших нет По предварительной информации, возгорание началось после взрыва котла в одном из помещений Режиссеры столицы снимет триллер в Самаре В пятницу 20 января стартуют съемки короткометражного фильма киностудии «Три товарища» Под рабочим названием «Представь, что ты машинист» Съемки займут четыре дня Возглавит съемочный процесс известный московский режиссер и сценарист Теймурас Эсадзе На его счету такие картины, как «Две зимы и три лета», «Время для двоих», «На всю жизнь», «Наследство» Картина расскажет о писателе, который становится персонажем собственной книги По ту сторону смыслов В Самарском художественном музее открылась выставка итальянского фотографа и дипломата Леонардо Бенчини Ее автор находит вдохновение в простых вещах, но представляет их с необычного ракурса Зрителю предлагают самому разгадать замысел фотохудожника Сергей Ромашов тоже попытался увидеть больше Еще один талантливый Леонардо Подобно своему знаменитому тезке, Леонардо Бенчини всерьез увлечен творчеством Фотографии для выставки «По ту сторону смыслов» он делал по всему миру Теперь и самарцы могут познакомиться с его работами в областном художественном музее Сам автор на открытии отсутствовал Дипломатическая служба задержала его в Италии Проекты художника представил зрителям его товарищ и коллега Он начал выставляться в Санкт-Петербурге, потом показал свои работы в Екатеринбурге Потом я сказал, хорошо, давай теперь в Самару Я хочу, чтобы ты в Самаре показал себя Он очень сильно хотел присутствовать здесь с нами Выставка Бенчини представлена в жанре авангард Это значит, что автор экспериментирует со своими работами Он черпает вдохновение в самых обычных вещах Но не каждый неискушенный зритель без подсказок поймет замысел автора Самарцам, тем не менее, загадочные фотографии Бенчини пришлись по душе Вот эта выставка, приятное впечатление Я вообще люблю авангард и сам выставлял в то время свою авангардную работу Ну, немножечко маловато, по-моему, может было побольше сделать Центральное место в творчестве Леонардо Бенчини занимает поиск скрытого смысла У каждого этот смысл может быть свой Пять человек могут увидеть в одном и том же фото пять разных вещей И все окажутся правы Работы Леонардо Бенчини пронизаны символизмом Например, в отражениях пресной воды зеркально отображаются разные состояния души Одиночество, мечтательность, забвение Сергей Ромашов, Максим Гусев, События Это далеко не вся картина дня Сейчас к эфиру наши журналисты готовят материалы на следующие темы На фюзеляже самолетов напишут наши имена В столицу региона прилетает лайнер, названный в честь Самары Безотходные праздники, лесные красавицы пойдут на удобрение Труд облагораживает В десятой колонии открыли двери для тех, кому суд назначил принудительные работы На этом наш выпуск завершен Мы рады вам сообщить, что у нас уже почти 12 миллионов просмотров на Ютьюбе Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов На базе Андроид и Айос Удачи вам, увидимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok